Всем привет! Ребята, сегодня хочу вам рассказать о том, всех интересующихся данным вопросом, это как в домашних условиях самому вскрыть лаком деревянное изделие. В нашем случае это будет подоконник. Итак, технология, благодаря которой можно добиться наилучшего результата при вскрытии деревянных изделий, мы зашкуриваем нашу деталь, тоже налевочкой, перед вскрытием лака. После этого мы вскрываем лаком данное изделие, и это делается несколькими инструментами на выбор. Это может быть либо кисть, либо валик. В общем, мы вскрываем лаком, после этого оставляем деталь высохнуть до полного высыхания. То есть, когда дотрагуешься, ничего не клеится, и это означает, что мы можем приступить к следующему этапу. И этот следующий этап, это еще одно повторное затирание наждачной бумаги. Это используется самая мелкая наждачная бумага, это нулевка. И мы проходим этой нулевкой, после того, как она высохла, наша деталь, проходим еще раз по лаку и снимаем верхний слой. То есть, сбиваем глянец и руками пробуем тоже на ощупь, чтобы не торчало нигде никакой ворсы. После этого, точно так же, мы берем и вскрываем повторно лаком. То есть, наносим второй слой, после чего, когда он высохнет, мы смотрим, там надо уже ориентироваться на свое усмотрение. То есть, если достаточно ровно вскрыто лаком, если нет никаких выпирающих таких ворсинок и бугорков каких-то, тогда можно оставить и два слоя. Но, как правило, практика показывает, три слоя дают более хороший результат. И поэтому, после тройного вскрытия лака и зачухивания между каждыми слоями, мы таким образом добиваемся лучшего качества. То есть, это когда ты проводишь рукой, и она идеально ровная поверхность, идеально скользкая, то есть, без всяких бугорков и изъявок. И что, мы будем приступать сейчас вскрывать лаком. И мы будем использовать такой вот лак. Это Ролакс, лак паркетный, олиуретановый. Открываем лак, всегда его надо размешать перед началом работы. Хорошенько его взмешиваем, начинаем вскрывать лаком. Делаем это по направлению дерева. И вскрываем тонким слоем. Не надо наляпывать, оно постепенно растечется и зальет полностью всю поверхность нашей заготовочки. Наш первый слой полностью высох. И теперь мы можем приступать к следующему этапу. Это зашкуривание налевкой. Просто взбиваем глянень. Когда лак высыхает, он всегда поднимает вверх ворсу. И если оставить так, то поверхность не будет ровная и гладкая. И для того, чтобы сделать ее максимально ровненько и гладко, мы взбиваем глянень, очищаем все эти зазубрины, которые поднялись вверх, скуркой наждачной налевкой. Таким методом зачищаем полностью всю деталь. После чего вскрываем еще раз лаком. Так, ну все, она готова. Будем скрывать. Итак, деталь наша готова. После высыхания второго слоя мы получили наилучший результат. Поверхность гладкая и ровная, без всяких изъян. Так что, именно таким методом достигается наилучший результат при вскрытии лаком. Всем спасибо за внимание. Всех благ. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok